Долго одержавшийся с нулевыми показателями по коронавирусу Сургутский район, к сожалению, не выдержал испытания инфекции. Она все же проникла в поселение и проникла основательно. Больше 350 случаев всего зарегистрировано в муниципалитете. Почти 80% из всех приходится на три населенных пункта. Лентор, Нижний Сартымский и Федоровский. По словам Андрея Трубецкого, главы района, они не выдержали непрерывного производственного цикла. Ведь предприятия в поселениях в основном нефтяные и работу свою не прекращают, поскольку отвечают за жизнедеятельность страны. Еще в понедельник вечером в Ленторе, Нижний Сартымском и Федоровском ввели жесткие карантинные меры. В частности, закрыли все детские сады, даже дежурные группы в них. Я хочу обратиться к жителям Сургутского района, в первую очередь города Лентора, Нижний Сартымского и Федоровского. От наших с вами усилий действительно многое зависит. От того, как мы исправно соблюдаем режим самоизоляции, масочный режим, режим социальной дистанции, зависит. Будем ли мы болеть? Будут ли болеть наши дети, родные, близкие? Или мы будем здоровы? Поэтому, уважаемые друзья, убедительно прошу вас не пренебрегать теми рекомендациями, которые действуют. Закрылись компании, оказывающие бытовые услуги населению. Магазины, на прилавках которых нет продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Введены ограничения по одновременному нахождению в помещениях. В одной комнате организации могут быть не более 10 человек. При этом они обязаны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и быть в защитных масках. Населению запрещены прогулки с детьми. Все эти меры прописаны в постановлении губернатора ЮГРЫ Натальи Комаровой. Продолжение следует...